Федерация шахматного Кузнецка не представляет уникальный боевик, блокбастер Лёва против Арменчика. В этом боевичке, в белом углу Арменчик, в чёрном углу Лёва, по ходу боевичка будут задания. Сколько людей пострадало? Только три не пострадало, много седых волос. Е4, С5, конь С3, здесь сработала наша домашняя заготовочка. И мы придумали ход КНФ6. Ход, конечно, не очень хороший, но не очень плохой. Идея хода боится ЛД5, минус хода в том, что Е5 могут пойти. Но Арменчик, он же джигит, он не сворачивается своей линией, он ходит только Ж3. По-другому он не умеет. 4, С3, М6, КНФ6. 1, Д3 я хоть перепутал, Арменчик с первого пошел Д3, потом Ж3. Ну не суждай дело. Д5, получилась такая позиция. Видит Арменчик страшно, но со своего пути не сворачивает. Он Ж2. все нормально до конца верил своей стратегии льва пьет бьем 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 сюда видит лев слон стоит посередине львы слонов едят поэтому тут все но армянчика оказался более изворотливый армянчик пешку можно срубить зачем же рубить надо подать лев пешку защитил ну раз пешку защитили армянчик и рубит конечно ее защитили рубить нельзя это тебе можно армянчику нельзя да армянчик джигит он не рубит он нападает конечно неплохой все теперь армянчик 2 удара две защиты рубить нельзя нельзя на самом деле было можно но это целых два хода но для его армянчиком это много и понесло джигита в сторону джигит хитрый был шаг хотел поставить ну раз его в сторону несет льва тоже сбоку несет какие-то маркировки развития фигур вы что ребята тут игра идет кто сбоку первый подкарался армянчик молчит а сейчас будет задание убили но коварный лев подкрался тоже тихо ваша задача исполнить ход который сделал лев накажите армянчика за его стремительную держу наша правильно подглядела да правильно подглядела вот так конечно тоже правильно ну конечно тиржеф сейф коварный лев армянчика поймал за хвост теперь здесь есть нельзя но армянчик изворотливый знаете он очень скользкий его поймать трудно но лев тоже оказался хитер и съел не ферзя а коня выясняется как у первой схватки вышел победителем лев пока что у него лишняя фигура но борьба продолжается смотрите дальше не хочет армянчик меняться у него фигуры нет но лев то хочет ну да теперь дорогой денешься никуда не хочет армянчик уже не мешать развивали хоть пешку срубили 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 и тут начался второй раунд схваток глаза у вас загорелись руки загребущие все хватает фигура лишняя порезала но армянчик он же горячий парень он таких болит на 1 2 ну-ка поймайте теперь лева то настоящий боевик то один побеждает то 2 конечно вот в лев схватился за Он за голову не сдался. Он сразу хватился за голову? Да. Он хватился за голову и подсказал армянщику. Ну что ж, ладно. Зевнули ладью, но борьба продолжается. Кровопролитная, беспощадная борьба. Идет дальше. Король Ф7. Страдает, пока только фигуры. Регировка. Тут лев всеми остатками сил полетел на короля. Х4. Х4 плохой ход. И лев бомбит армянщика. Куда ты? Армянщик далеко не уйдешь. Ладья сюда. Теперь армянщик в свою очередь делает странный ход. Сделайте хороший ход за льва. Отличный ход. Слон H3. Не подсказывай. Теперь уже армянщик подуснил слегка. Неожиданно лев уравнивает ситуацию. Ну вот в том-то и дело. Это трудно, Катя. Конечно, ладью можно было спасти. Надо было пойти ладьей. А потом так. Ну что, ребята, два хода. Это же ужас. Но тут другие задачи стоят. В походу бы ничего не отдать. Слон Е5. Да, Ваня? А что, Ваня? Ну, Ваня знает. Слон Е5. Это наш секрет. Слон Е5. А я все видела. Вы тоже. Тихо-тихо. Слон Е5. Королев. Неожиданно буля утихала. Ураган перестал дуть во все стороны. И у кого же больше ничья стало все поровно. Ветлю больше не дуют. Осталось посчитать, у кого больше все поровно и понять, у кого лучше. А лучше, на самом деле, немножко ученых. Несмотря на то, что у ученых плохие пешки, но у них активная ладья и король чуть лучше этого. Осталось только нам ничего не зевнуть. Ну это так сложно, ребята. Просто такой буллин. Ну что? Только что бушевал настоящий шторм. Как же нам ничего не зевнуть? Во-первых, что нужно не зевнуть в первую очередь? Пешку. Пешку, конечно. Ладьет само собой. Это нулевую. Надо успевать срубить. Срубить и не растерять ничего. Как не растерять ничего? Так не было в партии. Подождите. Как здесь не растерять ничего? Да все просто. Защитить. И если хитрый армянчик побежит, дальше выигрывает, там наши пешки рубить, то король прибежит. И на выигрыш будет играть уже только черные. Потому что белому королю будет сейчас мат грозить и пешки плохо себя чувствуют. Но после такой страшной бури не смог ее собраться и пошел сразу защищать. Молодец. Печалька. Пешки-то нуждаются в защите. Шахнули его. Арменчик его в угол ринга загнал. И мутузит. Мутузит, мутузит. Мутузит, мутузит. Да, веросянь. Теперь съел пешку. Уже пешка листая. Все еще ситуация попрогибла. Страшного ничего нет. Не надо рубить пешку. Как ты говоришь, Лев как раз и срубил. Надо избавиться от своих слабеньких пешек. Пойти так. После сруба срубить не ходите. И начинать поедать эти пешки. Двинется это и это. Кладя сюда и сюда. Но, к сожалению, льва понесло дальше. Не смог он. Утихомиреца свел здесь. Арменчик свел здесь. Тут льву пришла в голову гениальная мысль. У ладья, наверное, плохо стоит в обжорном ряду. Надо ее вернуть. А может, чтобы лапешки везли? Конечно. У ладья же стоит на А6 лучше, чем на А2. Да? Конечно лучше. Конечно лучше. Зачем льву простор? Люблю пешки. Ну, тут у арменчика проснулась гениальная мысль. Пешки везли. Вон тут. Вспомнил, что у него есть пешки. И у пешки страшно глинулись вперед. Сюда. 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 А вдруг пройдет. Реально. О Боге. Сейчас проскочен. Один ход остался. Чуть-чуть. Почти. Но мне тут-то было. А зачем это было двигать пешку? Как зачем? Я же сказал, гениальным мысль. Венчик приду, по крайней пешку выиграл. Я забыл. Отлично. Ты что? А там в бою выиграл. Лев вернулся назад. Шахнули. Снова забился в углы. Ну что ж ты, Дэнни. Что же дальше? Ладья опять? Стоп-допон звонил. Нет. Не догадаешься. Да ладно. Ладья по 7. Нет, нет. Никогда в жизни не догадаешься. Опять. Вау. Это самый гениальный ход, после которого тренер ушел из зала. Больше у меня нервов не хватило. Ладья по 5. Нет. Никогда в жизни не догадаешься. Опять. Вау. Это самый гениальный ход, после которого тренер истерика была уже после партии я спрашивал зачем лёва такой ход ты делаешь дорогой ответ меня поразил это гениальный ответ просто ответ уровень я хочу затормозить эту пешку зачем мне дорогой и тормозить она же никуда не уйдет как говорит а если она вперед пойдет конечно тут пешка стоит как такой бычок но самое интересное что после того как арменчик срубил ладьёй лев раструился у него не получилось как же теперь эту пешку-то останавливать ладью не заблокируешь черные так попытались сделать теперь ты не остановишь она же идет король аж 5 ты гений сюда 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 по моему черные пошли как-то так и после такого хода все почему срубили 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 король побежал но штаны они в африке штаны хотя в африке штаны не нужны конечно там еще туда конечно но у нас в Сибири без штанов конечно плохо зимой а вот лев остался без штанов и все вот такой вот боевик и